Здравствуйте, друзья! С вами снова канал Школа Таро Альвьен. И сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на Таро Книга Теней. Том 2, так и внизу на такую тему. Работодатель и коллектив, что думают о вас на работе. У нас будет с вами 6 позиций по одной карте, которые мы, естественно, будем докладывать. Потому что первая карта будет о том, что думает о вас работодатель. А вторую мы карту будем докладывать, что думает коллектив. Ну и пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады. А также на консультации по ясновидению и на ритуалы. Обязательно пишите мне в Viber, WhatsApp, личные сообщения ВКонтакте. Также в Директ Инстаграм. Я вам обязательно отвечу, сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами обязательно поработаем. Также приглашаю вас в свою группу ВКонтакте. Диагностика, сканирование целителями. Там есть все для развития экстрасенсорных способностей. И приглашаю вас в Инстаграм. Там каждый день есть новые онлайн-гадания. Обязательно присоединяйтесь и пишите. Также приглашаю вас на ритуалы. Это чистки с установкой защиты и откатом. Они у меня от луны не зависят. Также ритуалы на финансы, на здоровье, на отношения и многие-многие другие. Все они делаются только после диагностики. Итак, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая позиции. Это карты, что думает о вас работодатель. А вторую карту мы будем доставать и докладывать, что думает о вас коллектив. То есть весь расклад о том, что думает о вас на работе. И начинаем. Для тех, кто выбрал позицию номер один, что думает о вас ваш работодатель. У нас вышла карта пятерка мечей. Пятерка мечей говорит о том, что вы ходите по головам. Так думает ваш работодатель. Он считает, что вы очень хотите занимать самое верхнее место. Что вы не гнушаетесь тем, чтобы другие сотрудники проигрывали перед вами. Чтобы они страдали, чтобы они меньше получали. Вам на это абсолютно наплевать, как он считает. И вы хотите, главное, выбиться в люди. И показать всем, что это вы лучше всех. Остальные могут быть этим недовольны. Но вы действительно этого достойны, как он считает. Амбиции ваши могут быть удовлетворены. По-своему этот человек вас уважает в этом плане. Что вам плевать на то, насколько эти люди будут страдать, не страдать. У вас есть своя цель, вы к ней двигаетесь. Вы воспринимаете, как он считает, работу, как некоторую современовательную игру. Ну и что ж, тот, кто более способен, тот и победил. А тот, кто менее способен, менее трудоспособен, менее талантливый, кто-то и проиграл. И в бизнесе, на рынке труда, это самые похвальные качества, как считает ваш работодатель. Давайте подумаем, ой, посмотрим, что думает о вас ваш коллектив, в котором вы работаете. Тройка жезлов. Ну, коллектив считает вас человеком самодостаточным. Тем, кто умеет работать и отдыхать. Ждущим развития, может быть, даже в личной жизни. Или развития в своей жизни, просто как человека, который хотел бы другого уровня. Для них вы человек спокойный, уверенный в себе. Тех амбиций, которые видит ваш работодатель, они уже тут не видят, нет. Они видят, что вы хотите развиваться. Они видят, что вы хотите, чтобы вам было в жизни комфортно, хорошо. Очень беспокойтесь о своем комфорте. Но это не лихорадочное беспокойство. А просто желание, желание жить достойно. Эти люди, в принципе, вас уважают, ценят. Они считают, что вы хороший человек, хороший сотрудник, хороший коллега. И они считают, что, возможно, вы иногда переключаетесь с работы на другие дела. На личную жизнь, на дом, на то, чтобы, может, увлекаться чем-то. Они подчеркивают это в вас, что вы сосредоточены не только на карьере, не карьерист или не карьеристка. Вот такие противоречивые чувства о вас, впечатления о вас на вашей работе у работодателя вашего и у вашего коллектива. Это очень странно, конечно. Вам стоит это проанализировать, потому что так получается, что, в принципе, коллектив у вас хорошего мнения. А вот работодатель, он вас выделяет как человека, рвущегося вперед и готовый идти по головам. И это очень-очень, ну, так сказать, вызывает удивление. Удивление вот у меня, например. Ну, и вам следует это проанализировать. Хотя, в принципе, обстановка неплохая. Я могу сказать, что неплохая. Вы выделяетесь для работодателя как лидер, а для сотрудников нет. То есть, они понимают, что вы, в принципе, с ними на короткой ноге. Или, как это сказать, хорошо общаетесь постоянно на одной волне, да, что вы все, как бы, компанийский человек. Вот. И у вас есть свои цели в жизни. И вот так вот. То есть, вас положительно воспринимают. Ну, такая позиция номер один. Позиция номер два. Что думает о вас ваш работодатель? Какого мнения о вас? Маг. Ну, это очень хорошее мнение. Человек вас считает настоящим творцом своей судьбы. Талантливейшим человеком на работе. Тот, кто способен на все. Тот, кто способен творить эту работу. Специалист, я считаю. Он считает вас специалистом в своем ремесле. Кем бы вы ни работали, неважно. Вы супер крутой специалист. Вы человек, который может в этом плане абсолютно все, и может добиться для своего рабочего места огромнейшего развития. Тут идет уважение. Тут идет преклонение даже перед вами. И может быть даже этот работодатель считает, что вы достойны занять его место в будущем. Вас нужно продвигать по карьерной лестнице. Ну, в принципе, вы и сами готовы продвигаться. И вы достойны многого. Полное уважение. Полное уважение. Признание ваших достоинств и заслуг идет. То есть, вами тут именно восхищаются. Что думает о вас коллектив? Что вы дурак? Шут. Новичок в своем деле. Человек, который ничего не знает. Которого надо обучать. Про вас думают, что вы странный человек. Себе на уме. Тот, кто мало в чем разбирается. И имеет необычный стиль. Может быть, в жизни, в одежде. Или какие-то свои увлечения, хобби. То, что другим непонятно. Может, им ваша речь непонятна. Также эта карта может означать, что у вас нет коллектива. Просто нет. Около вас никого нет. Вы и работодатель. Тогда да. Тогда все супер. Также нулевой аркан может означать, что это абсолютно новый коллектив. Куда вас приняли специалистам? Работодатель вами восхищается. Потому что вы новый человек. Он очень доволен, что нанял нового человека. Но коллектив вас совсем не знает. Вы для него чистый лист, для этого коллектива. Вы человек, который себе на уме. И еще пока не раскрылся перед ними. Они о вас ничего не знают. Не понимают вас. Нет. Абсолютно нет взаимопонимания. Также люди подчеркивают вокруг, что вы очень любите и цените свою свободу. И не хотите зависеть от их мнения. И считаться вы с ними не будете. И они это уже поняли. Ну, такая позиция номер два. Третья позиция. Что вас думает ваш работодатель? Колесница. Что вы человек активный, семейный, компанейский. Что вы есть, на самом деле, предводитель этого коллектива. А работодатель этим пользуется, общаясь с вами. Если с вами подружиться, можно подружиться со всем коллективом. Так считает ваш работодатель. Вы очень способный человек, целеустремленный. Готовы ездить, может быть, в командировке. Почему бы и нет. Вы готовы ездить в командировке. Либо готовы кататься на работу. То есть вы преодолевать расстояние можете. Может, вы за рулем. Но человек о вас хорошего мнения. Считает, что вы активист. Здесь именно положительная оценка. Семерка жезлов. Это то, что считают о вас в коллективе. Посмотрите внимательно. Способнейший человек. Лидер по натуре. Умеющий показывать свою работу. Умеющий в этой работе разбираться. Результаты потрясают этих людей. Они говорят, у тебя вообще отличный результат. Отличный. Ты сделал или сделала нас всех. Но мы это уважаем. То есть вас уважают все. И работодатели, и коллектив. И тут именно семерочки падают. То есть вы активный. Вы всегда отстоите свою позицию. Вы целеустремленный. У вас очень много энергии на работе. Вас считают талантище. Тот, кто будет представлять проекты. Или даже если вы просто уборщиком работаете. Вы классно прям все убираете. Прям на пятерку. Вас все ценят. С вами чай пьют. Ну вот так. Есть определенные категории людей. Которых действительно любят на работе. Вот вы к этим категориям относитесь. Вы человек, который вливается в коллектив. Вы тот, кто не даст себя в обиду перед этим коллективом. Вас не смогут одолеть никакие конкуренты. Вы отобьетесь от всех. И они это знают. И с вами уже бороться не будут. Ну такая позиция номер три. Четвертая позиция. Как вам относится работодатель? Что на вас думает? Тройка мечей. Что вы очень страдаете. Этот человек думает, что вы очень страдаете на этой работе. Или просто в жизни. Вам что-то не повезло. Вы в депрессии. Он вас жалеет очень сильно. Прям хочет пожалеть. Подойти, обнять, не знаю. Сказать, ну там, да ты мой хороший или хорошая. Да я вообще не хотел тебе зла. Может вы поссорились. Но этот человек раскаивается тогда в этом. Тут идет именно констатация факта, что вы пострадали от чего-то. Что вам плохо. Что вам тяжело очень. Может вы мало зарабатываете. Этот человек вам сочувствует. Вот. Давайте посмотрим, что коллектив о вас думает. Ну работодатель явно вас жалеет. Восьмерка кубков. Что у вас очень много заваленной работы. То, что вы прям зарылись в работе, а она не продвигается. Вот что думает коллектив. Что вам пора бы работать по ночам. Что сверхурочные платить не обязательно. Но вы должны все разгрести. То, что вы нас создавали. Или вы пришли на место, где уже предыдущий работник все завалил. И вам нужно разгрести очень много дел. Работодатель вас жалеет, что на вас свалилось столько обязанностей. А коллектив смотрит и просто оценивает. Ну ничего себе, сколько на нее навалилось или на него. Вот сколько надо разгрести. Ничего себе. Либо вы вообще просто человек, у которого слишком много обязанностей. И он их не тянет. Которому приходится работать в две смены. А платит за одну. Ну вот такая позиция номер четыре. Пятая позиция. Что вас думает ваш работодатель двойка жезлов? Ну то, что вы очень дальновидны. Этот человек понимает, что вы полны энергии, сил. Что можете очень многое. И можете подниматься по карьерной лестнице. Осваивать новые горизонты. Вас хотят скорее всего куда-то перевезти на новое место. Там, где вы будете занимать руководящую должность. Скорее всего так. Вы дальновидны в каком плане. Может быть вы умеете планировать. Может быть вы знаете несколько шагов наперед в этой работе. Но вас уважают, ценят. Работодатель хорошо к вам относится. Очень хорошо. Он восхищается вами как человеком, который многое умеет. Но не сказать, что все. Но по службе вас продвинуть не против. Или как-то наградить. Коллектив. Девятка жезлов. Девятка жезлов в коллективе считается, что они тоже вас считают очень энергичным человеком. Но вы ограничиваете от них свое личное пространство. Может быть вы не рассказываете все этим людям о себе. Они чувствуют в вас некоторую загадку и тайну. Также вы очень не хотите, чтобы они лезли к вам. И не лезли к вам в работу. И не лезли к вам в личную жизнь. Не сплетничали о вас. Они это видят четко. Что вы человек к себе на уме. Что у вас свои какие-то амбиции. Свои цели. Но никому докладывать вы об этом не будете. Вы какой-то обособленец. То есть не совсем-то вы влиты в этот коллектив. Вот так коллектив считает, что вы какой-то особенный человек. Который считает именно себя особенным. И не хочет быть с этим коллективом. Смотрите как-то на них или свысока, или со стороны. Вот такая позиция номер пять. И позиция номер шесть. Что у вас думает ваш работодатель. Стройка пентаклей. Что вы человек творческий. Творческий, немножко необычный. Не от мира сего. Интересный человек, который готов учиться. Готов постигать что-то новое. Готов может быть ехать на обучение. Но в то же время вы неординарные, креативные. С вас можно черпать креативные идеи, необычные идеи. С вами можно общаться. С вами есть о чем поговорить. Есть момент дружелюбного отношения к вам. Именно дружелюбного. То есть желание поболтать о том о сём. У работодателя присутствует. И желание с вами может быть общаться, дружить. Потому что вы человек позитивный. Вот именно позитив у вас подчеркивается. Благожелательность. И положительная энергия. То есть когда человек не злой. Коллектив. Коллектив по шестерке кубков считает, что вы очень любите тоже как-то креативить чайпитие. Детей может быть. Часто говорите о своей может быть семье. Или о желании создать семью. Или с вами можно поговорить про свои детей. О чем-то посоветоваться. Вы человек очень добрый. Это подчеркивает как работодатель, так и ваш коллектив. С вами все хотят дружить. С вами все хотят общаться. Вы донор по натуре. У вас очень много позитивной энергии, которую люди хотят черпать. Поэтому они около вас трутся. Также карты показывают, что вы не лидер по натуре, как они считают. Но больше человек подчиняющийся. Или слабонежный. Вот так может быть. Скорее всего вы женщина. Или мужчина, но несколько инфантильный, как они считают. Но в то же время с вами всегда хорошо рядом. Приятно. Психологическая обстановка очень приятная. Люди к вам тянутся. Тянутся за дружбой. Тянутся за тем, что с вами не надо конкурировать. Что не надо бояться вас. Что вы воткнете нож в спину. Вы не пойдете по головам. Потому что вам это не надо. Либо ваша профессия вообще этого не предполагает. Карьерного роста тут тоже не предполагается. Пока не пройдешь обучение новое какое-то. А работодатель в принципе на это нацелен. То есть если работодатель вас посылает на учебу. Естественно вы продвигаетесь и по карьере. И тут есть какие-то мысли об учебе. Если у вас вообще это предполагается. Поэтому скорее всего вас могут продвинуть после учебы. Ну вот такие у нас были 6 позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады. На консультации по ясновидению. На ритуалы. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк этому видео. Пишите комментарии. И до новых встреч.